Мы Мы Ливан Страна лазурных берегов и снежных гор, древнейших руин и бесконечных небоскребов, наивкуснейших блюд и ароматных садов. Россию и Ливан разделяют тысячи километров, четыре границы и один часовой пояс. Но и здесь есть наши выпускники. Здравствуйте, я Аюб Фуат из Ливана учился в России. Аюб Фуат учился в Ростове-на-Дону, потом в Твери и, наконец, в Москве. А теперь он ректор Ливанского университета. Надо подписаться, весь сказал. Но перед интервью волнуется ничуть не меньше, чем первокурсник перед экзаменом. Вы слышите меня? Нормально? По-русски? Зато зубных врачей наш выпускник совсем не боится. Напротив, всегда улыбается и с детства уважает эту профессию. Я помню, когда у меня болели зубы. И отец мой ходил со мной в стоматологический кабинет. И там лечили этот зуб и болезнь исчезла. Я стал думать о том, что я должен стать стоматологом. Фуат блестяще знал французский. На руках уже был билет в Париж. Но в Бейруте закрыли аэропорт. В стране началась затяжная 15-летняя гражданская война. Вообще не думал ни о чем. Самое главное было для меня убежать отсюда. Из-за войны, конечно. Как я сказал, я хотел продолжать учебу в нормальном месте. Вскоре подвернулась альтернатива. На семейном совете решение приняли единогласно. Помню, что отец сразу согласился. И пришел домой и сказал, если вы хотите, есть возможность в Россию поехать учиться. И я сразу согласился. В России пришлось все начинать с нуля. Приехал в Москву. Конечно, я не знал русский язык вообще. Я не знал, потому что здесь учеба вообще шла на арабском и на французском. В основном на французском языке. Учить язык иностранного студента отправили на подготовительный факультет в Ростов-Папу. Правда, Фуаду этот город больше напоминает о заботе мамы. Знаете, все время мы чувствовали материнское чувство. У них есть это чувство. Может быть, они подготовлены хорошо, чтобы принимать иностранных студентов, не знающих язык. Через год студент из Ливана заговорил на русском, как на родном. Весь институт помогал мне, чтобы я получил наилучшее образование в нормальном, хорошем месте. Я был переведен после ПАДФАКа на стоматфакультет в Калининский медицинский институт. Я думаю, что там началась моя история. Прошло около 40 лет, а он почти не изменился. Все та же жажда знаний. Разве что теперь еще появились очки. Нет, очки это только где-то в 2005 году, мне кажется, по работе. Иногда я был вынужден работать в темной ситуации, особенно при крупномасштабных катастрофах. Но всем стереотипам на зло доктор Фуад не успел испортить свой почерк. Сами посудите, каждая его буква как из прописей. Еще на третьем курсе Фуад задумался. Мало быть стоматологом, миру нужен эксперт в области судебной стоматологии. Когда впервые попросили или показали экспертизу об определении возраста ребенка с костного останка. И вот это поменяло мою жизнь полностью. Стал все время думать об идентификации личности. Так родилась тема для дипломной работы и всех дальнейших исследований. Вообще диссертация была об исследовании зубов, спинки языка с целью идентификации личности. И это была передовая диссертация. Он доказал себе и миру, что спинка языка у людей так же уникальна, как сетчатка глаза или отпечаток пальца. И до сих пор не перестает благодарить за это своих помощников из Калининского, а ныне Тверского мединститута. Первый – доцент Челноков и второй – профессор Пашиня. Я вырос на это. Сразу после защиты диссертации его фамилия навсегда попала в историю судебной стоматологии. В этой книжке написано о моей одонтограмме, значит, приложением схема одонтограммы по Айубу Фуаду. Это очень интересно было для меня, что моя одонтограмма используется очень в разных странах, в том числе в странах СНВ. Теперь без метода Айуба Фуада не обходится ни одно расследование громких катастроф и терактов. Я в жизни выполнял работу при четыре авиакатастрофа, один корабль и очень много терактов. Здесь очень сложно работать. Надо быть хорошим специалистом, чтобы работать и быть точным. Потому что здесь очень чувствительно. Со своей будущей женой он познакомился задолго до того, как к нему пришел успех в научной среде. С будущей женой в общежитии мы познакомились, конечно. Ливанка, Ливанец были очень близкими друзьями. Позже решили, конечно, жениться. С тех пор русские в их ливанской семье – это своего рода тайный язык. Нет, нет, только с женой мы говорим по-русски. Когда дети были очень маленькими, когда мы хотели что-нибудь секретно сказать, тогда мы общались по-русски. И дети сразу знали, что-то не так. Но мы рассекретили главную слабость главы семьи. Перед русской кухней наш выпускник едва может устоять. Как бы парадоксально ни звучало, кататься на лыжах больше всего Аюб любит не в России, а в Ливане. А вот в России, наоборот, с удовольствием освоил летний транспорт. Я очень любил гулять на берегу Волги. Очень любил. До сих пор вспоминаю вот эти прогулки. Я очень любил на велосипеде по лесам. В день, когда я получил диплом стоматолога, украли этот велосипед. Как будто кто-то ждал, чтобы я закончил институт, чтобы он взял мой велосипед. После блестящей защиты диплома наш выпускник вернулся в Ливан. Но недолго пробыл дома. Фуат хотел всерьез заниматься наукой. Я люблю наук. Я вообще... У меня постоянные публикации. Я практически... Каждый год у меня одна публикация, одна статья оригинальная. Когда встал вопрос о поступлении в аспирантуру, молодой стоматолог уже не сомневался. Если продолжать учебу, то только в России. И не было такой возможности в Калининге, поэтому был направлен в Москву. И здесь Калининский мединститут помогал мне очень сильно продолжать учебу в Москве. Я был переведен. После защиты диссертации Аюб Фуат начал читать лекции в Ливанском университете. И продолжает это делать до сих пор, периодически перечитывая свои конспекты на русском языке. Я люблю эти деньги, потому что благодаря этих лекций я стал хорошим преподавателем. Потом я стал хорошим заведующим кафедрой, а потом деканом, а сейчас ректором. Теперь его кабинет скорее напоминает русский музей. Вот это моя любимая картина. Сложно сказать, это русская или все-таки ливанская живопись. Поскольку автор, так же как и хозяин кабинета, ливанец и учился в российском вузе. Его университет собрал студентов и преподавателей из самых разных уголков мира. Они сейчас протезами занимаются здесь, учатся, как готовят протезы. Так что каждый факультет здесь – немного факультет иностранных языков. Аюб признается, управлять таким большим университетом он научился намного раньше, еще в России, когда сам был студентом. Я учился быть таким в России. Вот это все влияло на меня положительно. Поэтому, когда я стал деканом, и теперь, когда я стал президентом, всегда я относился к людям, которые были до меня с большим уважением. Я уважал их труд, я продолжал их труд. Но свой идеальный университет Аюб Фуат все еще создает. И, как сам признается, совершенству нет предела. Потому что жизнь меняется все время, и все должно меняться. Нет идеального университета. Может быть, сегодня есть идеальный, завтра тот же самый университет становится неидеальным. Поэтому мы движемся все время. Но в современном мире, чтобы двигаться вперед, постоянно нужно преодолевать границы. И, например, чтобы читать лекции в российских вузах, Аюбу не хватает самой малости. Если, конечно, будет возможность, почему нет, русское гражданство, это для меня, да, очень приятно получить это гражданство. Потому что вся моя молодость была там. Это полезно для обоих сторон. В конце концов, мы тоже выпускники российских вузов. Чувствуем, что это наша вторая страна, да. Видимо, пока наш выпускник учился лечить зубы, Россия раз и навсегда завоевала его сердце. И пусть еще не по документам, но на деле Аюб Фуат доказал – он ливанец с русской душой.